Книга «Открытым оком», тема «Дети. Лагерь Стан», том 11, вопрос 2438. Вы так смело утверждаете, что коммунист Петренко развил против вашего православного лагеря Стана бешеную травлю и ставился где вопрос о закрытии лагеря Стана даже в законодательном собрании. Откуда у вас такая уверенность в истинности таких сведений? Будут они заниматься такими глупостями? Кому вы нужны, чтобы на вас тратить средства и время парламентариев? Вы просто цену себе набиваете этими утверждениями? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Цену мне определил Христос. Он умер даже за меня. Так что цену мою уже ничто не увеличит. Для крестьян ложь – смертный грех. Я имею документ, прочтя который, возможно, вы не будете защищать самую криминальную банду в мире – людоедов. И это только один документ. Но если я всех их вам зачитал бы, а они опубликованы уже в наших книгах, для слова Божия нет уз и в десяти томах открытым оком, то вы бы ужаснулись, что стало с ними, с этими окружавшими наш лагерь Стан, извергами рода человеческого. Один внезапно скончался, дружинен ГП, другого нашли мертвым в подвале, журналисты МК «Наутай» Самульцева А. Остальных уволили с работы, корреспондента, следователя и прокурора, и везде они должны были понести материальный и нравственный ущерб. Псалом 117, из 5 по 14 стих. «Из тесноты воззвал я к Господу и услышал меня, и на пространное место вывел меня Господь. Господь за меня, не устрашусь, что сделает мне человек? Господь не помощник, буду смотреть на врагов моих. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей. Все народы окружили меня, но именем Господним я не зложил их. Обступили меня, окружили меня, но именем Господним я не зложил их. Окружили меня, как пчелы сот, и угасли, как огонь в терне. Именем Господним я не зложил их. Сильно толкнули меня, чтобы я упал. Но Господь поддержал меня. «Господь – сила моя и песнь, Он соделался моим спасением». На бланке администрации Алтайского края, 10.08.1999 года, Барнаул-35, проспект Ленина, 5, телефоны, номер 1831. Председателю комитета Краевого законодательного собрания по социальной политике В.С. Петренко, информация по ходе выполнения постановления Краевого законодательного собрания от 28.06.1999 года, номер 205. Об обращении депутата Краевого законодательного собрания от избирательного от округа номер 36 Петренко В.С. О функционировании лагеря Стана в поселке Потеряевка Мамонтовского района. Вопрос функционирования лагеря Стана в поселке Потеряевка Мамонтовского района был изучен Комитетом администрации Края по образованию, Центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Крае, Управлением юстиции Края. Устав лагеря Стана зарегистрирован Управлением юстиции Алтайского края 5 апреля 1996 года, номер 139. Специалистами Управления юстиции в ходе проверки по запросу администрации Края установлены факты нарушения федерального закона о свободе совести и о религиозных объединениях и Устава религиозного объединения рекомендовано руководителю лагеря Стана принять меры по их устранению. Оснований для предъявления исков суд о ликвидации религиозного объединения или запрет на его деятельность в ходе контрольной проверки управлением юстиции Края не установлено. При обследовании лагеря Стана Краевой санитарно-эпидемиологической службой были выявлены нарушения санитарного законодательства и действующих нормативных документов, регламентирующих устройства и содержание детских летних оздоровительных учреждений. Руководителю лагеря Лапкину Игнатию Тихоновичу было дано предписание по устранению всех выявленных нарушений. В связи с его невыполнением и продолжающихся нарушений санитарных норм и правил главным государственным санитарным врачом по Мамонтовскому району вынесено постановление номер один о приостановлении деятельности детского трудового лагеря Стана с 25.07.99 года. Данное постановление руководителем Лапкиным Игнатием Тихоновичем не выполнено. Лагерь Стан продолжает действовать. В настоящее время проводится проверка деятельности лагеря Стана в поселке Потеряевка Мамонтовского района прокуратурой края по вопросам, находящимся в ее компетенции. Полная информация будет представлена на сессии Краевого законодательного собрания. В августе заместитель главы администрации края А.Ю.А. Вислагузов. Иеремия, 13 глава, 23 стих. «Может ли эфиоплянин переменить кожу свою и бар с пятна свои? Так и вы можете ли делать доброе, привыкнув делать злое?» Притчи, 4 глава, 14 по 16 стих. «Не вступай на стызю нечестивых и не ходи по пути злых. Оставь его, не ходи по нему. Уклонись от него и пройди мимо, потому что они не заснут, если не сделают зла. Пропадает сон у них, если они не доведут кого до падения». Иеремия, 51 глава, 57 стих. «И напою допья на князей его, и мудрецов его, области начальников его и градоправителей его, и воинов его, и заснут сном вечным, и не пробудятся, говорит царь, Господь Саваоф, имя его». Лагерь устоял только по великой милости нашего Бога и Еговы и по молитвам святых его. В этом 2004 году нас совершенно никто уже не трогал. Мы наслаждались покоем, прославляя Бога нашего Иисуса Христа. «Охотники, охота вам стрелять, переводить красу в жаркое, в мясо, опустошать и реки, и поля, заслоны ставите на перелетных трассах, все для жратвы набить земное пузо, букет болезней милой подарить. Через прицел ваш взгляд, пигмейский узкий, хотя иной сто лет уже старик. Чем водоплавающий вам не угодили, хотя вокруг грачей чернеют тучи? За что свинцом кляну так окропили? Взгляните на себя, как вас мяснос напучит. Охотники, любители мясного, кровавых тушек тушь, вы, трупоеды, весной и осенью крадетесь, словно совы, оголодали все своею тушей бедной. Природа чахнет, кашляет в чахотке, нутру ей выворачивает атом. Тюлени Каспия, моржи чужой Чукотки ревут, по-своему, быть может, кроют матом. Если бы у каждого в гробу лежали вместе с ним убитые когда-то, о, сколько ж вылетело в нижнюю трубу! Наш райский сад скрестили с жутким адом, паразитировать всю жизнь за чей-то счет, вегетарианцев проклинать и вредный гринпис, рубить настырно собственный сучок, пластать в утробе красных рыб и кринок. А протестую выстрелы и сети, ловушки хитрые, капканы на гнездовьях. Когда-то же придется вам ответить за браконьерство, кто егерей злословил. Бог человека зрел над тварью господином, хозяин им рачительным, кто призван охранять. Разумно в меру брать для шапок и ботинок. Не будь же скор на выстрел, скорпион скорняк. 25 ноября 2004 год, Игла.